Привет, я WG и вы на моем канале. Сегодня мы будем рассматривать 10 самых крутых, самых супер хитовых рифов. Если вам нравятся всякие интересности про музыку, то ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно звоните в колокол. Мы знаем, что рифы в основном играются на гитаре, но в принципе это то, что можно сыграть на любом инструменте. Если вы не знаете, что такое риф, если вы не знаете, чем он отличается от аккордовой последовательности, если у вас есть какие-то сомнения, посмотрите вот этот видос, где я пытаюсь объяснить. Конечно, все эти рейтинги относят очень субъективный характер. Конечно, в данном рейтинге будет то, что я лично считаю наиболее хитовыми рифами. Чтобы придать этому рейтингу хоть какую-то объективность, мы зададим определенные критерии. Критерий номер один. Песня должна быть реально супер хитом. Очень известной песней. Желательно еще и более-менее известного исполнителя. Критерий номер два. Самодостаточность. То есть риф должен не просто присутствовать в песне. Условно говоря, можно эту песню исполнить, исполняя этот риф. То есть этот риф и есть основа аккомпанемента. Объясню. Например, есть некоторые песни ACDC, где рифы очень крутые, они такие драйвовые, кочевые. Но они без партии барабанов ровных не будут играть такую роль. Вся фишка на том, что синькопы в гитаре под ровный барабан. Это нам не подойдет. Я надеюсь, что это понятно. Риф должен быть самодостаточным. И критерий номер три. Риф должен присутствовать максимальное количество времени внутри песни. Возможно, с большими изменениями, но он должен четко считаться. Мы должны его четко прослушать. Он может звучать немножко в другой тональности, немножко по-другому, но мы должны его четко определять. Так, по-моему, критерии ясны. То есть понятно, по какой формуле мы вычисляем супер хитовый риф. Мы берем супер хит, в основе которого есть риф, который постоянно повторяется. Мы из этого делаем вывод, что, собственно, вот этот вот риф, это и есть тот самый супер хит. То есть, потому что он большую часть песни поглощает. Вроде понятно? Погнали! На десятом месте. Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. Это песня с альбома 1999 года, которая называется Californication. К ним вернулся Джон Фрушанте. Он, кстати говоря, сейчас опять вернулся. Это было второе пришествие Джона Фрушанте. Сейчас уже третий. По-моему, перцы сейчас пишут новый альбом. Перцы стали активно двигаться в сторону более попсового звучания, более такого. Отошли от панка, фанка и всего остального, что они играли, в сторону такого более понятного попсового звучания. Получилось неплохо. Риф этой песни основан на децимах, то есть терциях через октаву. Тот, кто смотрел видео про рифы, знает, что это такие облегченные версии аккордов. То есть, по сути, это аккордовая последовательность, превращенная в риф. Фа мажор, до мажор, ре минор, до мажор, фа мажор, до мажор, ре минор, до мажор. При певе «Scar tissue» Джон Фрушанте переходит на аккорды. Повторяется гармоническая последовательность, которая заложена этим рифом. Нарушается эта последовательность только в небольших проигрышах гитары. А так песня целиком построена на одном рифе. Номер девять. Песня от 1993 года. Are you gonna go my way? Лени Кравец. По-нашему, просто Леня. У него прадед из Киева. В общем, близких к нам кровей чувак. Ходил в школу с актером Николасом Кейджем, гитаристом Слэшем из Guns and Roses. В общем, чувак в тусовке. Все нормально у него. До того, как он начал сниматься во всех голодных играх, получать престижные премии, писать там песни на один аккорд. В American Woman стал поп-звездой. Он до этого проигрывал такой ракешник. Вот эта, собственно говоря, песня основана на одном рифе. Риф звучит в двух разных позициях, но вся песня построена только на одном рифе. Да, в репеве звучит что-то другое, звучат другие аккорды, но поверьте, недостатка в этом рифе вы не почувствуете. Если послушаете песню, снится потом будет. Восьмое место. Genesis, I Can Dance. Вся песня построена на одном и том же рифе. И куплет, и припев, все на одном и том же рифе. Группа Genesis, на самом деле, очень крутые ребята. Играли супер-классную, супер-сложную музыку в 70-х. Пока там был еще Питер Габриэл, потом пришел Фил Коллинз, барабанщик, который потом стал петь. Группа супер-интересная, очень рекомендую. Там 70-е по 76-й год альбомы просто чумовые абсолютно. Потом они стали играть более простую музыку, там совсем по псу, в общем разное. I Can Dance это с последним альбомом с Филом Коллинзом. Что интересно, это первые случаи, но это далеко не последние в нашем рейтинге, когда эта песня прикол. Гитарист Майк Раттер форшот наигрывал на гитаре, сыграл какую-то фигню. А Фил Коллинз взял и заорал, я не танцую. Женщина, я не танцую. Это очень прикольная тема. Все было просто прикол. В этой песне были какие-то другие слова, других песен какие-то. То есть это не было реальным каким-то треком. В итоге они добавили там синты, спецэффект. Ну те спецэффекты, которые могли быть в 1991 году. Получился трек. Они сняли на эту песню офигенный клип, жесткий стеб над Майклом Джексоном в самом конце клипа. Очень прикольно сделан. На седьмом месте The Kings You Really Got Me. Это самые древние песни в нашем рейтинге. Песня записанная в 1964 году 20-летним Рэем Дэвисом, 20-летним британскими подростками. Эта песня стала одним из химнов британского нашествия British Invasion, так называется культурное нашествие на Соединенные Штаты в конце 60-х годов, когда появилась бетломания. Но это не касалось не только Битлз. Это были Битлз, The Kings, Animals, Rolling Stones. Это называлось British Invasion или Британское нашествие. Это не про войну. Риф этой песни состоит всего лишь из двух аккордов. Фа диас, соль диас, фасоль, соль, фасоль, фасоль, соль, фасоль. Такая любимая песня шеф-повара. Песня реально построена на одном и том же рифе. Все время повторяется одно и то же. Всего лишь два аккорда в одной позиции, потом в другой позиции и в третьей позиции. Очень прикольно, до сих пор качает, до сих пор работает. Молодцы старички, очень качево. Шестое место. Группа Пантера. Песня Walk. С альбома 92-го года Vulgar Display of Power. Это очень крутой альбом. Это единственная песня из всего списка, которая на 12 восьмых. Я даже не буду пытаться изображать, что там играет Dime Big Daryl, чтобы не оскоренять его память. Гитарист был просто чумовой. К сожалению, через 12 лет после этого альбома, после этой песни, какой-то душевно больной фанат на концерте в Огайо застрелил Dime прямо на сцене. Он был очень нестандартный гитарист, а была большая потеря для металла. Куплет и цепев построены на этом рифе. В конце он вообще закольцовано звучит, это настоящий такой грув металл. Это одна из самых известных металлерских песен вообще. Песня очень крутая, риф очень злобный, офигенная соло, очень крутой риф, просто супер-песня. А мы идем дальше. На пятом месте супер-известный риф. Все его знают. Это, конечно же, All Our Love, Led Zeppelin. Больше 50 лет назад, 1969 год, год рождения хард-рока, риф очень-очень простой. Риф звучит и в куплете, и в припеве. Да, есть средняя мистическая часть, где много всяких других наворотов. Соло на барабанах, соло на термин воксе. Это такой музыкальный инструмент, который сочинен нашим соотечественникам, львовым терменом, кстати говоря. Завывание Роберта Планта, вокалиста. Гитарное соло Джимми Пейджа. Ну и в итоге все возвращается обратно к этому рифу. Кстати, интересная фишка после средней части, когда начинается бридж. Way down inside, woman you need love. Мы там слышим такой интересный эффект, как обратное эхо. Сейчас, конечно, с компьютерами это все очень легко сделать. А раньше приходилось заморачиваться. То есть Джимми Пейдж специально записывал пленку обратно, потом ее прокручивал задом наперед. В общем, нужно было заморочиться, чтобы эхо звучало раньше, чем основной звук. Очень забавно звучит. Послушайте внимательно и вы это услышите. Интересная фишка про риф. Как рассказывал сам Джимми Пейдж, он исполняет этот риф немножко по-особенному. Риф и звучит нота ре, она звучит удвоенно. Там четвертая струна открытая и пятый лад на пятой струне. Вот этот пятый лад на пятой струне, он немножко подтягивает, то есть делает бенд. И получается не чистый звук, а немножко расщепленный такой унисон. Такой своеобразный гитарный эффект хорус на определенной ноте. Звучит очень прикольно. А еще интересный факт, хотя рифа это никак не касается, но просто очень интересный факт про эту песню. Выяснилось, что Роберт Плант, вокалист, просто взял и тупо скопировал часть текста, мелодию и даже манеру исполнения из песни You Need Loving, которая тремя годами ранее была записана группой Small Faces. Причем Роберт Плант посещал их концерты, знал их лично. Ну, послушайте сами. Все закончилось мировым соглашением, по которому Led Zeppelin выплатили нераскрываемую сумму гонорара, а среди авторов песни появились новые лица. Всезначальный автор был внесен в список авторов. Еще раз, рифа это никак не касается, сам риф очень классный и песня качает. На четвертом месте супер-хит группы Металлика Эндер Сэндман с 1991 года с черного альбома. Удавшийся по пути Металлика писать коммерческий хит. Правда, Джеймс Хэтфилд, вокалист и ритм-гитарист, едва не впортил эту историю. Он написал другой текст, посвященный синдрому внезапной детской смерти. На что продюсер Боб Рок с барабанщиком Ларсом Улихром объяснили Хэтфилду, что, наверное, это не самая веселая тема для коммерческого хита. И в итоге все закончилось тем текстом, который мы имеем. Этот текст просто про детские кошмары. Вся песня построена на рифе. Он звучит в ми миноре, он звучит в фадес миноре. Есть тональные сдвиги, но песня вся построена на одном и том же рифе. В припеве этот риф звучит немножко по-другому, но он очень-очень угадывается. С самим рифом тоже много чего есть тут интересного. Этот риф написал соло-гитарист. Он не так много написал для группы, но вот именно этот риф написал Кирк Хэмметт. Есть мнение, что этот риф тоже он немножко подслушал. Я думаю, что этот риф немножко похож на «Tapping into the Emotional Void» группы Excel. Песня, которая звучала, которая вышла и уже звучала даже по радио двумя годами ранее. Пока судебным разворачиванием ничего не закончилось, но послушайте сами, я не буду комментировать. Третье место. Blur Song 2. Это тоже песня-прикол, которая выросла в реальный хит. Никто серьезно к этой песне не относился. Незамысловатый текст про тяжелые отношения с тяжелым металлом. Самые содержательные, самые осмысленные фразы из всей песни это, конечно же. Был... Блупость какая-то, а не песня. Потихонечку, в итоге, стал их самым большим хитом. Да, пару слов про название. Как не сложно догадаться, Song 2 – это такое рабочее название песни. Название прилипло, и оно предопределило судьбу этой песни. Она и в альбоме 1997 года группа Blur была на втором месте. И в чарте, когда она вошла когда она стала супер-хитом, в чарте она тоже вошла под номером два. Как вы яхту нас зовете, так она и поплывет... Короче, чуваки, прогадали, надо было называться Song One, и было бы все супер. Но я не конформист, поэтому в моем рейтинге эта песня на третьем месте. Потому что есть более крутые риффы, и мы сейчас к ним перейдем. На втором месте... Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Конечно же, вы знали, что эта песня будет здесь. По си-моль, ля-моль, рев-моль. Вся песня построена только на этом. Это и рифф, и гармоническая последовательность. За исключением двух коротких постприпевов, вся песня построена только на четырех гармониях. Интро, аутро, куплет, прихорус, припев. Вся песня состоит только из-за этих четырех аккордов. Они по-разному обыгрываются, с разной интенсивностью. Там то громче, то тише, то в басу, это просто ровная длительность. То это все вместе фигачат. Всего за песню эта последовательность звучит 66 раз. Smells Like Teen Spirit это своеобразный эталон, супер хитанные четыре аккорда. И все последующие песни невольно учитывали этот опыт, примеряли себя, насколько это Smells Like Teen Spirit или нет. Это реально эталон, куда круче. Но прежде чем мы перейдем к первому месту, я бы хотел вам напомнить, чтобы подписались, поставили лайк этому видео. А я пока вам расскажу про Honorable Mentions, так называемые. Тех, кого я рассматривал, чтобы включить в этот список, но по тем или иным причинам они в этот список не вошли. Майкл Джексон, Black or White. Офигенный риф. Queen, Another One Bites the Dust. Супер басовый риф. Pink Floyd, Money. Офигенный басовый риф на семь четвертей. Ed Sheeran, Shape of You. Уже когда я составил этот список полностью, я понял, что есть еще одна песня, которая подпадает под критерии, которую я задал. Но я решил ничего не менять. Я решил просто учредить некий суперприз за суперриф. Так что не отключайтесь. После первого места у нас будет еще суперприз. Риф номер ноль. Если вы с чем-то не согласны, хотите предложить какие-то другие песни, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду рад с вами обсудить. На первом месте самая молодая песня из нашего рейтинга. 2003 год. White Stripes, Seven Nation Army. Кажется, что риф начинает играться на бас-гитаре. На самом деле, Jack White играет все на обычной гитаре с питч-шифтером, который опускает звук на октаву ниже. Звук получается с такими большими искажениями, артефактами. Для гаражного рока это то, что надо. Хоть этой песни нет припева, почему она обходит Smells Like in Spirit? Здесь риф полностью поглощает песню. Людям не надо учить куплет, слова песни. Люди просто поют сам риф на стадионе. С названием этой песни тоже интересно. Почему Seven Nation Army? Откуда такое взялось? По одной версии, Jack White в детстве услышал Salvation Army, то есть армию спасения, как Seven Nation Army. Перепутал, и вот такое название. На самом деле, верить всем этим рассказам, как раз именно Джека White, очень сложно, потому что он очень много сам про себя распускает всяких слухов, много рассказывает всяких небылиц про себя. Например, он свою бывшую жену Мэг Уайт, почему-то пытался выдать за сестру. Очень много там своих наворотов. Короче, не будем во все это верить. Интересный момент, как играть эту песню. Я посмотрел пару видосов, не увидел, что кто-то говорит, что песня играет в другом строе, в открытом ле-мажоре. Явно абсолютно строй open-ay. Ми-ля, ми-ля, до-ди-с-ми. Если вы настроите гитару таким образом, то сыграть эту песню будет очень легко. Чтобы сделать строй open-ay, нужно вторую, третью, четвертую струны гитары поднять на тон выше. Если вы боитесь, что струна накроется, можно сделать по-другому. Наоборот, опустить первую, пятую, шестую на тон ниже, поставить каподастры на второй лад. И у вас получится то же самое. Вообще-то небольшой лайфхак. Как только вы слышите слайд-гитару, а в данной песне играет слайд-гитара, то будет строй какой-то open-g, open-ay и так далее. Слайдом вы не сможете играть никак по-другому. Итак, Seven Nation Army. Люди поют риф на стадионах. Что может быть круче? Дальше уже некуда. Четыре обещания сюрприз. Есть еще одна песня, которая на самом деле обходит даже Seven Nation Army. Риф номер ноль. Это, конечно же, We Will Rock You, Quinn. Да, вместо рифа здесь топот и хлопот. Топот и хлопот? Топот и хлопки. Это, по сути, единственное, что звучит в песне. Больше там нет ничего. Это самый крутой риф. Он самый простой. Его можно и петь, и стучать. И это может сделать абсолютно каждый. Поэтому это самый крутой риф, который был Кантальмин написан. Можете сказать, что это не совсем риф? Ну, давайте проверим. Те критерии, которые мы задали. Песня должна быть суперхитом. Да, это суперхит. Это классика арендного рока. Второй критерий. Самодостаточность. То есть можно исполнить эту песню, просто исполняя этот риф. Да, исполняя этот риф, можно действительно исполнить эту песню. Фредди Меркьюри поет только на фоне этого топота с хлопками. В гитарном соне появляется гитара. Вот и все. Ну и риф должен присутствовать на протяжении всей песни. Да, этот риф присутствует на протяжении всей песни. Риф может быть сыгран не только на гитаре, он может быть сыгран на любом инструменте. В данном случае это такая вот перкуссия, арендная перкуссия. Ничего проще, ничего круче, чем этот риф не существует. Может быть какой-то более простой и более крутой риф напишет кто-то из вас. Вы видите, что даже из простого прикола люди делали суперхит. Может быть вам это тоже удастся. Если вы считаете, что я кого-то необоснованно забыл, кого-то недооценил, кого-то переоценил, лучше пожалуйста в комментариях. С вами был Дабл же, если вам понравился этот рейтинг, то подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно звоните в колокол. Дальше будет интересно.